здравствуйте друзья с вами сигурд и святых негодников и это видео мы снимаем специально для канала страйкбол спорта я снова перед вами в своем излюбленном образе джонни люмьера и это неспроста дело в том что сегодня в моих руках достаточно уникальная весьма ковбойская пушка это реплика винчестера 1873 от японского бренда ктв трепещите любители вестернов и коллекционеры airsoft оружие этот экземпляр вам точно понравится и все потому что это настоящая легенда дикого запада правда с одной оговоркой легенда которую искусственно сделали для кино но между тем все еще легенда для начала давайте-ка разберемся с названием на коробке сказано что это винчестер м 1873 рэндалл леви рэкшн но здесь в принципе в общем-то достаточно все просто винчестер репетинг армс это компания которая производила это оружие м 1873 это модель которая соответствует году изготовления леви рэкшн означает что это винтовка рычажного действия на которую установлен замок генри кстати генри это фамилия инженера который и работал в компании винчестер репетинг армс осталось узнать кто же такой рэндалл и так джош рэндалл это персонаж культового американского телесериала разыскивается живым или мертвым который выходил в прокат с 1958 по 1961 год сыграл этого персонажа легендарный американский актер стив маквин который надолго определил образ настоящего американского ковбоя возможно именно поэтому компания ктв так назвала свою страйкбольную винтовку однако джош рэндалл носил непростой винчестер его версия сильно отличалась от стандартной здесь конечно не обошлось без голливудского маркетинга ведь главный герой естественно должен быть очень крутым над прототипом винтовки работал известный художник и оружейник кенни фон дач говард у нее укоротили приклад обрезали ствол изменили курок увеличили спусковую скобу и изготовили специальную кобуру которая позволяла носить эту винтовку на бедре к последним трем изменениям приложил руку сам стив маккуин за свой достаточно странный внешний облик этот обрез получил название кобылья нога вообще для фильма было изготовлено три таких обреза первый из них был изготовлен из модели 1892 года а вот два других имели восьмигранные стволы доподлинно неизвестно был ли это все-таки 73 винчестер или 92 но с восьмигранным стволом интересно что в фильме присутствуют киноляпы главный герой мог появляться в одной и той же сцене то с винчестером с круглым стволом то с винчестером со столом восьмигранным вот такая вот киноиндустрия забавный факт что продюсеры фильма перед его выходом не проконсультировались с бюро по контролю за оборотом алкоголя табака и огнестрельного оружия из-за изготовления своих вот этих вот обрезов им пришлось заплатить налог в размере тысячи 100 долларов сша по тем годам огромные деньги после этого марлек в том или ином варианте появляется в целом ряде популярных компьютерных игр и голливудских фильмов здесь и дикий дикий запад и великолепная семерка и зомби лэнд и резидент эвилл и даже battlefield но теперь это герой нашего обзора я бы угостил себя помидоркой но у тебя шея дырявая привод поставляется фирменной картонной коробке и кроме самого винчестера внутри мы найдем инструкцию на непонятных языках ключ для регулировки хупапа и дополнительный магазин второй магазин уже установлен в наш винчестер материалы изготовления здесь выше всяких похвал основные детали выполнены из алюминиевого сплава на шейке приклада красуется надпись винчестер модели 1873 года а ложа и приклад выполнены из полимера такого качества что даже не сразу понял что это не дерево общий вес привода составляет 1640 грамм а длина 620 миллиметров органы управления здесь стандартная спусковой крючок курок взводная скоба и предохранитель предохранитель здесь расположен под взводной скобой интересно то что у классической модели 1973 винчестера в этом месте находился блокиратор взводной скобы но так как здесь скоба увеличена блокиратор естественно не поставить и поэтому инженеры к тв не запалились и просто расположили в этом месте педохранитель, причем работает он в обе стороны, его можно крутить как влево так и вправо, будет работать ну и на левой поверхности ресивера у нас расположена антабка обратите внимание, что прицельное приспособление и мушка, и целик отсутствуют этот привод пружинного типа и чтобы произвести выстрел, нужно отвести скобу вперед и вниз во время движения скобы даст кавер отъезжает назад, как у его огнестрельного прототипа интересно то, что вместе с этим также работает лифт подачи лифт подачи, кстати, тоже сделан из металла и окрашен в цвет латуни что очень приятно, единственный нюанс этой системы, на который стоит обратить внимание состоит в том, что при стрельбе у вас оголяется боевая пружина и сюда может, естественно, попасть грязь обратите внимание, что шторка заряжания неактивна, магазин винтовки вмещает в себя 14 шаров и располагается под стволом, для того, чтобы его извлечь необходимо повернуть металлический фиксатор а вот сам магазин выполнен из пластика длина внутреннего стволика составляет 179 мм это винтовка с регулируемым хопапом и чтобы до него добраться, необходимо снять цевьё чтобы это сделать, нужно открутить два винта здесь и здесь и на уровне вот этого кольца как раз и будет находиться узел хопапа винтовка с уверенностью закидывает шары на 30 с лишним метров ну а скоростные характеристики вы сейчас можете видеть на ваших экранах в целом привод получился достаточно интересным и конечно подойдет всем ценителям ролевой темы причем не только ковбойской я думаю, что любители прогуляться по пустоши с удовольствием возьмут с собой этот винчестер из нюансов хочется отметить следующее стрелять я рекомендую только в перчатках дело в том, что увеличенная скоба в отличие от обычной достаточно сильно отбивает ваши пальцы при возведении в общем-то, обычная тоже отбивает но увеличенная делает это прям сильно это первый нюанс и второй нюанс что при возврате скобы назад вы можете прищемить себе край ладони вот в этом вот месте и чтобы этого не допустить надевайте перчатки ну и конечно подбирайте их под соответствующий антураж также не стоит забывать, что это спринг-система и когда вы взводите рычаг вы взводите боевую пружину соответственно усилие на взведение здесь гораздо выше, чем в огнестрельном аналоге я кстати стрелял с огнестрела я могу вам с уверенностью это сказать и конечно же материалы изготовления здесь не такие, как в огнестрельной винтовке соответственно, если вы вдруг захотите делать вот эти вот трюки в заведение, как Арнольд Шварценеггер в терминаторе то вы в лучшем случае рискуете сломать хорошую вещь а в худшем получить травму кисти хочется узнать еще больше информации об этой винтовке обращайтесь в магазин стрекболспорт консультацию, кстати, можно получить в том числе и на официальном сайте ссылку на этот прекрасный привод я оставлю в описании к этому видео ну а сейчас я прощаюсь с вами и до новых встреч на канале Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok